Жизнь городского поселения напрямую связана с активностью территориального общественного самоуправления, расположенных в границах поселения. О своей деятельности за год представители шести микрорайонов отчитались на открытой сессии Совета. В каждом мероприятии участие приняли глава города, руководители организации предприятий, коммунальщики, медики и просто жители микрорайонов. 2011 год для города сложился нелёгким. В результате чрезвычайных ситуаций в мае и июне, вызванной наводнением и подтоплением, пострадали дороги вблизи рек Кукса и Невулька. В зоне затопления оказались практически все микрорайоны. На открытых сессиях Совета городского поселения Василий Клюев отметил представителей микрорайонов. Во время стихии активисты слаженно действовали, помогали и словом, и делом. В свою очередь, жители в адрес руководства также выразили благодарность за помощь в ликвидации последствий паводка. Люди как бы объединились в совместной беде. И поэтому я считаю, что уделили нам очень большое внимание. Я хочу ещё сегодня выступить здесь и сказать, как раз я даже пыталась написать газету, но не было опубликовано в июле благодарственное письмо. Я хотя и интересовалась, потому что сказали, что это обязанности руководителей. Или нет, это душа. Много у нас обязанностей, которые не выполняются нашими чиновниками. А здесь мы видим действенную работу. Когда человек интересуется, когда было плохо, многим со здоровьем подходили. Интересовалась и Полина Ильинична, и квартальная. Как, что, как вы выдержали, как вы выходите из этого состояния. Благодаря финансовой помощи правительства Российской Федерации, администрации края, уже в мае текущего года начнётся ремонт повреждённых паводком дорог, на что выделено около 10 миллионов рублей. Всего в порядок приведут 32 улицы, пообещал Василий Клюев. Также в рамках правительственной помощи завершены работы по расчистке и углублению русла реки Неволька. Соответственно, в порядок приведут и к уксу. Для понижения уровня грунтовых вод в 2012-м запланированы работы на водоотводных каналах в микрорайоне Виноградной и по улице Вознесенская. Всего предстоит освоить 62 миллиона рублей. Проведение данного плана мероприятий позволит решить одну из сложнейших проблем, связанных с безопасностью жителей, проживающих в зоне, подвержена стихийным бедствиям. На сессиях обсуждали многие вопросы. Они касались благоустройства, санитарного порядка. На каждом заседании эта тема была самой острой. Несмотря на то, что в микрорайонах часто проводятся субботники, стихийные свалки вновь образовываются. Во втором микрорайоне данную проблему планируют решить следующим образом. В 2012 году актив сделает клумбу, где несанкционерно жители складируют мусор, а именно на улицах Школьной и Красноармейской. Но, как было высказано на заседаниях, за санитарным состоянием в городе следят в основном только активы микрорайонов. Они и косят траву, и даже белят деревья на улицах. Все эти субботники, большинство, все сами. Жителей так трудно расшевелить. Все квартальные, председатель совета микрорайона. Все вот как субботники, все эти улицы, улицу Красина, улицу Турченинова. Все своими руками белим, подрезаем, убираем, и с жителями работаем. Все вот это очень тяжело и трудно, когда субботники. Это же два месяца, и улицы такие длинные, протяженные, от самого прохладного. Все надо деревья побелить, везде все поубирать. На мероприятиях нарекания высказали и в адрес управляющих компаний. Сегодня очень злободневный вопрос, и я очень, будем говорить, удовлетворен, что он волнует гаражам. Это проблема мусора, это проблема стихийных свалок, это проблема культуры нашей. На всех сессиях поднимался вопрос, вносились предложения о введении так называемого экологического сбора, экологического налога. Юристы сегодня работают над правовой основой этого закона, и все вот на сессиях мы, власть, граждане, люди, призываем друг друга не сорить. Хотелось, чтобы этот призыв был услышан, и все-таки есть нарекания на работу и коммунальных служб, которые сегодня занимаются санитарным состоянием города. Много нареканий от жителей многоквартирных домов в адрес управляющих организаций. Да, жилищный кодекс поменял взаимоотношения собственников жилья, управляющих организаций, но что-то осталось прежним. И у тех, и у других одна общая цель. Чтобы дома были красивые, чтобы дома были уютные, чтобы в домах своевременно делался ремонт, чтобы на прилегающей территории всегда были красивые цветы, всегда убирался мусор, а зимой снег. А вот эти задачи, эти вопросы, они остро обсуждались на открытых сессиях. Но, несмотря на трудности, Лобинск в плане благоустройства каждый год занимает лидирующие позиции в крае. И это большая заслуга представителей микрорайонов, отметил Гова района. Замечательно то, что у нас столько прекраснейших общественников, столько замечательных людей, которые с большим участием относятся к разным странам жизни и к жизни наших лобинчан. На сессии жители Лобинска критиковали власть, напоминая о нерешенных проблемах, которые существуют в каждом микрорайоне. А в общем, это улучшение работы городского транспорта, ремонт дорог и освещение улиц. В 2011 году город принял участие в краевой целевой программе по развитию сетей наружного освещения. На семи улицах было установлено 174 энергосберегающих светильника. В 2012-м эта работа продолжится. Новый фонарь появится еще на 11 улицах Лобинска. Тема дорог звучала чаще всего на заседаниях. Общая сумма затратна. Ремонт дорог в прошлом году составила почти 30 миллионов рублей. Очень много у нас делается ремонта дорог, освещения по Турчениново, по Лермонтово. Работаю я уже на протяжении семи лет, на 17-м квартале. Проблема, как всегда, остаются. Это дороги, свет. В прошлом году решили немножко эту проблему. Поставили фонари много прямо на нашем квартале. Ну, а дороги, конечно, ямы, лужи. Остается эта проблема. И многие жители задают вопросы, когда. Мы понимаем, что у бюджета денег свободных особо нет. Но стараются, находят и решают, по мере, как поступают средства, решают эту проблему. На сессии затронули вопросы развития личных подсобных хозяйств в городе. Только в 6-м микрорайоне зарегистрировано 254 подворья. В них содержатся коровы, лошади, овцы, нутрии, кролики, домашняя птица. Занимаются жители и пчеловодством. Владельцами ЛПХ, в которых содержится коровец, была проведена затравка по развещам грызунов. В течение года ведем учет свинопоголовья. Постоянная угроза африканской чумы свиней держит в напряжении не только наш микрорайон, но и всю Кубань. Поэтому обходим ЛПХ совместно с ветеринарным врачом, специалистом городской администрации, ведем разъяснительную работу беркования поголовья. Многие жители занимаются огородничеством, степлицами. Итог открытых сессий совета в микрорайонах города подвел глава района Александр Сачиков. Это живое общение с людьми. Это миллион вопросов, которые возникают по жизни, самых разнообразных. Начиная от благоустройства, заканчивая семейным бытом. Теми многими вопросами, которые касаются и образования, и медицины. Это то, что у людей наболело на душе. Тот человек приходит и рассказывает сейчас. Люди приходят разного возраста, разного уровня. Без этого нельзя. Потом ведь они выполняют местное самоуправление, товарищество. Они же выполняют в микрорайонах очень большую работу. Ведь они поддерживают многих людей, которые по тем или иным причинам попадают в трудную жизненную ситуацию. Поддерживают одиноких, поддерживают стариков, следят за порядком. Проводят праздники, людские проводят. Объединяют многих людей. Это незаменимое человеческое качество, такого коллективизма, такой душевной теплоты, которую выполняют сегодня квартальные председатели микрорайонов, активисты районов. Его просто ничем не заменить. Это та ниша, где только они могут работать и они могут людей поддерживать. Естественно, что они всегда востребованы во многих вопросах. И люди сегодня высказывали слова благодарности и давали хорошую оценку. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, Игорь Ерёмин, телекомпания «ЛАБА».